Приветствую всех! Мы начинаем наш очередной обзор сделок за неделю. Первая неделя апреля прошла достаточно волатильно и интересно. Был ряд новостей, о которых мы сейчас с вами поговорим, и нам в этом поможет наш шеф по дилингу Алексей. Алексей, приветствую! Всех приветствую! Да, и хотелось бы начать с графика S&P 500 в американский индекс и индекс по совместительству всей экономики мира, который у нас выглядит следующим образом 2200-2800. Вот он прошел за последний период с конца марта по 10 апреля и продолжает свой рост на вливаниях денежных средств, которые совершает Америка в свою экономику, ну и также на всеобщем позитиве, в том числе последний из позитивов, это сделка ОПЕК, снижение добычи. Также хочется отметить, что за последнее время у меня было какое-то внутреннее ощущение расхождения между тем, что происходит в мире и тем, что происходит в индексах. Потому что индексы, как я уже сказал, за последние 2-3 недели рьяно растут, рост уже составляет от лоу где-то по 30% в зависимости от индекса. Но при этом вот данная вкладочка показывает, что ситуация только ухудшается. Это такой дэшборд по коронавирусу, который показывает, что уже более 1 миллиона 600 человек по всему миру зараженных, лидирует США, в котором уже приближается к 500 тысячам. И в целом мы видим, что вот эти красные кружочки уже просто по всему миру. Смертей много, выздоровевших тоже немало, но тем не менее. Все это привело к остановке торговли, к остановке мелкого бизнеса, микробизнеса, среднего бизнеса и так далее. Все это с отложенным эффектом, естественно, скажется на экономиках стран и на международной торговле в целом. Поэтому это негатив, который с каждым днем все хуже и хуже и хуже в графическом варианте. Справа внизу мы видим вот здесь вот график, который идет просто по экспоненте. И где он будет через неделю, где он будет к концу апреля, вообще непонятно. Поэтому особенно странно на этом видеть мощнейший рост активов. Поэтому мной, в том числе в наших различных соцсетях, а также в телеграм-канале, на который всем рекомендуется подписаться, было показано и высказано предположение, что скорее всего развернуться. Скорее всего развернуться, не удерживаться, могут резко пойти вниз. И мы на S&P этого пока еще не видим, потому что как раз-таки они попытались вот здесь вот, да, но пришла дополнительная новость, что, по-моему, 2,2 или 2,3 триллиона еще хотят подкинуть, как косточку собачки, господа из ФРС, участникам рынка. Соответственно, а вот нефть на это не ведется. У нефти своя тема. Давайте посмотрим на более мелком масштабе. Здесь была интересная картинка, вот так если отмотать в прошлое, где-то как раз-таки недельку назад, господин Трамп вдруг ни с того ни с сего выступил, где-то что-то сказал или написал о том, что США знает о том, что Россия с Саудской Аравией обсуждают сокращение добычи нефти. На этом просто выстрел происходит с 26 до 36 долларов за баррель. Это составляет порядка 38-40 процентов. Вот что значит слово настоящего мужика. Вот сказал и тут же 40 процентов нефть вверх делает. На самом деле, конечно, подлил он масло в огонь, да, вот решил так стрепенуть нефть. Она потом откатилась. Но потом все-таки пошел рост, потому что через несколько дней уже было очевидно, что действительно наши ведут переговоры. И затем встреча ОПЕК+, которая состоялась 9 апреля, подтвердила сокращение. Но, как говорит старая добрая трейдерская пословица, покупай на слухах и продавай на фактах. На слухах, естественно, все купили. Затем также пошел рост в течение первых дней апреля. Ну, а по факту, когда уже пришло 9 апреля и решения были приняты, мы увидели мощнейший разворот. То есть здесь получился ложный пробочек на уровне 36 долларов за баррель по бренду. И дальше на 31 она вот так вот уехала буквально за один день. Мощный разворот. Ребята в мастер-группе в дилинге наблюдали этот разворот в моменте. Поэтому здесь можно было и нужно было торговать. Ну, и до сих пор, я думаю, идея сохраняется. Классный треугольничек такой, выход вниз. Я думаю, что нефть в ближайшие дни, там с новой недели, может продолжить свое снижение. Особняком стоит нефть марки WTI, по которой волатильность выше, чем по бренду. Нефть данную может торговать через Interactive Brokers, либо другие брокерские конторы, которые позволяют. Американская, техасская нефть, которая волатильностью обладает большей, чем бренд. То есть, на бренд, как мы говорим, торгуют трейдеры, у которых с психикой не в порядке. Так ее задирают то вверх, то вниз. А на WTI, там американские психопаты, как тот фильм назывался, торгуют. И в итоге она еще с большей волатильностью ходит. За последний день, как мы видим, зафиксировано значение. Минус 11, более 11% вниз мощнейший удар. Так что весело на рынках, и мы продолжаем с ними работать. На нашем рынке, также давайте взглянем на РТС. На нашем рынке мы видим вот такую картину. Давайте на более старшем масштабе. Вот здесь 110. Попытались пройти, даже прошли вверх, ушли на 115. И с этого момента, на мой взгляд, пошла коррекция. Вот сейчас эту линию, конечно, стоит скорректировать. Вот так вот обозначив некий ложный пробой на уровне 113 тысяч пунктов. Также здесь вот мной обозначены некие данные по RSI. На некоторых масштабах там есть дивергенция. На некоторых масштабах просто перекупленность на уровне 75. И на основном графике здесь отрисованы такие ускоряющиеся тренды. Вот так вот лучше видно, по которым мы видим, что актив сильно очень отскочил. С 80 тысяч пунктов на 116. И в условиях всеобщего такого хаоса, общемирового индекса, и в том числе наш, демонстрирует перекупленность. Перекупленность – тот момент, когда вокруг просто все рушится. Поэтому, мне кажется, и пост я назвал «Пир во время чумы», потому что очень сильное расхождение между реальной ситуацией в мире и тем, что происходит на рынке. Я думаю, что это просто отскок в рамках нисходящего движения. И я в целом полагаю, что мы можем увидеть продолжение банкета и продолжение снижения. Вчера был хороший мощный удар, который показал нам и ложный пробой горизонтального уровня, и попытку пробоя, ускоряющуюся тренда. И, соответственно, с новой недели мы, возможно, увидим продолжение снижения с пробоем последующих трендов. И есть у нас такая закономерность, которая работает. Поэтому, ну, куда могут уйти, это прогноз, дело неблагодарное. Здесь виден 100, как круглый уровень, и полочка такая. Но, может, ниже посмотрим. Но я думаю, что мы еще вторую волну распродаж увидим. Потому что в экономиках пока все плохо, города закрыты, бизнес укранты. Вот я не завидую реальному сектору сейчас. Хорошо, что мы находимся, Алексей, с вами в виртуальной реальности. То есть, соответственно, такая картина дня. Ну и в целом, дальше предлагаю заняться тем, что у нас, как говорил Де Ниро, лучше всего получается. Это разбор сделок участников мастер-группы, которые нам их прислали. В большом количестве мастер-группа сейчас очень наполнена. Там под 30 участников все активно торгуют. Будет прислать сделки, уже больше даже. Да, а будет еще больше. Сейчас прям ажиотаж хороший у нас на мастер-группу. Тем более, что дилинг у нас временно находится на карантине. Вот, кстати, многие спрашивали. Конечно, мы как все, мы за здоровье. Поэтому мы все онлайн, встречаемся. И обзоры сделок теперь записываем в таком формате. Так что давайте посмотрим, что нам прислали ребята из мастер-группы. Алексей, вам слово. Ну, здесь мы видим, трейдер торговал фьючерсом Сбербанк. Была восходящая тенденция. Как мы знаем, если восходящая тенденция присутствует, надо применять соответствующие формации. Трейдер удачно воспользовался и закрыл позиции. Причем закрыл не просто по первой цели, а закрыл таки каскадом. Считаю, что сделано абсолютно правильно. Что позволило ему, конечно, значительно увеличить свой профиль. Да, здесь достаточно простая сделка. Мы с вами видим, вот показана стрелочка, тенденция общая. То есть гэп является часто у нас предвестником ударного дня. Смотреть нужно дальше, если после гэпчика следует какая-то проторговка и дальше продолжение идет. То нужно брать и дальше удерживать позицию. Ну, здесь, кстати, хороший профит. За маленькое время. То есть здесь прошло максимум час, а профит оставил вон там плюс аж в моменте 400 можно было даже взять. Это хорошо. Практически три тейка. Три тейка. Здесь получается трейдер у нас максимизировал каскадом позицию, максимизировал профит. Видно также, как он переносил стоп-лоссы следует ценой. Все очень грамотно. Вообще таких сделок у нас за последние месяцы много, потому что рынок трендовый. Как только мы с вами увидим, что вирус отступил, как только мы с вами увидим летний период и снижение волатильности, так сразу пойдут сделки разворотных формаций. Поэтому сейчас, может быть, всем уже поднадоели сделки на продолжение тенденции, на пробой наклонных. Но в трендовый период это наш основной хлеб. Поэтому мы не выбираем формации, мы не выбираем рынок, какой он есть. Такие инструменты мы используем для достижения результата. Следующий слайд. Схоже. Доллар. Ну здесь, да, практически то же самое, но только в обратную сторону. Это фьючерс на доллар-рубль. Тоже тенденция. Мы видим тенденции нисходящие. Трейдерам правильно отрисованы, конечно, формации. Обидно то, что трейдер по какой-то причине, наверное, объективно не смог зайти в позицию. Но, в конце концов, когда трейдер оказался уже в состоянии, наверное, подошел к монитору, здесь была тоже еще одна точка использована для входа. И также взято хорошие две цели. Да, к последней сделке вопросов нет, но сами понимаете, сколько здесь упущенной выгоды. Ой-ой-ой. Да. Так что, конечно, пропускать хороший формат нельзя. Вообще, последний квартал, многие находятся в второслабленном режиме, в обычном режиме. А на самом деле, последний квартал нужно было, наоборот, сгруппироваться, собраться, отложить все свои дела, послать нафиг начальника, стройки заморозить, покупки заморозить, жен, детей заморозить и сосредоточиться на рынке. Потому что рынок сейчас дает большие деньги, колоссальные деньги, потому что каждый день есть трендовые движения, формации, волатильность на высоте. Можно брать очень много. То есть, за квартал, за 4 месяца первые года, можно заработать денег на 2 года вперед. А некоторые этого не чувствуют в силу своей неопытности на рынке, думают, что он, если такой начался, что он теперь будет такой всегда. Такой он всегда, конечно, не будет. Еще пару месяцев и все. Потом будете вспоминать это во снах, что вот такой был рынок и внукам потом рассказывать. На самом деле, такого может не появиться в ближайшие несколько лет. Поэтому ковать нужно, пока горячо. Далее. Здесь у нас нефть, мелкий масштаб. Вот да, вот эта сделка у меня сомнения вызывала. Вот что вы скажете по ней? Ну, здесь обидно то, что был очень хороший внутридневный сигнал на хаях. И этот сигнал был, конечно, пропущен трейдером. Я бы сказал, что это была точка входа дня. Ну, а дальше трейдер воспользовался междудневными наклонами, которые мы на ранних стадиях торговли, конечно, не рекомендуем пользоваться ими, потому что они часто вводят трейдер в заблуждение. Трейдер считает, что на пробои наклоны надо заходить. Но это уже, во-первых, когда формация междудневная, там возникает повышенная волатильность в момент пробоя. И здесь очень невыгодная ситуация со стопом. Стоп ставить практически некуда. Именно так этот трейдер и попал в такую ловушку рынка, когда первоначально выставленный стоп был снесен. Затем трейдер еще раз попытался перезайти. Еще один стоп был выбит. Ну, а дальше силы трейдера зайти уже не было, к сожалению. Но рынок без него пошел уже к намеченной цели. Да, ну здесь не важно даже. Рынок все время куда-то идет. Либо вверх, либо вниз. И, на мой взгляд, здесь, конечно, пробой наклоны нет нормальной точки. Здесь запил пошел, пробой на третьем касании. И в целом, мне здесь, конечно, ситуация не нравится. Я бы так не заходил. Есть более надежные, правильно заметили, точку входа вверху и далее. Вот здесь еще была хорошая точка входа от зеркального уровня. Тоже на воде. Да, хороший рейтестик, да? Да, то есть, ну, как бы день боковой гэп залит полностью, поэтому торгуй разворотные конструкции. Вот тебе точка входа раз заработал, точка входа два заработал. И пробой наклонный уже пусть, как бы, дилетанты торгуют. Вот, 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 посыл такой. Раз, два. Взял, все, ушел. А здесь уже пусть возятся, там, будет пробой, не будет пробой. Ведь внутри дня тренда нет. Соответственно, это движение внутридневное, боковое, может быть продолжено бесконечно. А трейдер видит наклонные, пытается их торговать, в итоге проблема. Едем дальше. Здесь мы видим старую добрую формацию и старый добрый доллар. Ну, по этой сделке сложно что-либо добавить. По-моему, здесь все видно. И я даже не знаю, что можно сказать. Я могу сказать. Можно я скажу. Надо брать. Мало. Надо брать. Мало. Вот что есть. Маловато будет, согласен. 144, как бы, это хороший профит в обычной ситуации, но сейчас-то доллар ходит по тысяче, и, как бы, взять там пару-тройку сотен легко можно. Ну, и здесь можно. Ну, Денис, понимаете, ребята-новобранцы, они только учатся, правильно делают, что берут первую цель, они еще не знают силу сигнала, поэтому в данном случае мы, как бы, основное правило, научись брать первую цель. Научишься, но дальше уже можно брать и несколько целей, рекомендуется некоторым трейдам уже из массы группы порекомендовано брать, применять каскад при закрытии. Поэтому в данном случае это только первые шаги. Правильно, новобранцам много брать и есть нельзя, иначе располняют быстро. Так, дальше. Здесь у нас нефтянка, здесь у нас, так поближе сделаем трейдер, пытался торговать продолжение тенденции. Хочется спросить, во-первых, какой тенденции, а во-вторых, хочется спросить, где разворотный вход. Вот у меня два вопроса. Да, вот здесь вопрос правильно поставлен, потому что уже тенденция, как видно из графика, сломлена, потому что произошел разворот, упущена хорошая точка входа на лоях, там надо было заходить. Ну и как мы знаем, после того, когда тенденция сломлена, торговать в продолжение тенденции не нужно. Дальше будут только стопы. Да, в итоге здесь первый стоп-лосс, потом трейдер заходит, здесь неведомый тоже вход, удержался, повезло, что стопик еще что-то закрыл, остаток стопу. Ну то есть это все, нет здесь точек входа, то есть фактически идет боковик, разворотный сигнал был, и в целом здесь можно было его торговывать и даже сидеть продолжать в позиции, рассчитывая на продолжение тенденции вверх, ну скажем так, вверху боковика. Вот так, то есть нужно всегда четко понимать, где тенденция, где боковик и используется соответствующая формация. Далее, вот на контрасте хорошо здесь видно, что междудневная тенденция есть, дальше вроде как, вот так вот в моменте это видно, да, вот смотрите, продолжение тенденции есть, трейдер входит. Но часто происходит такая ситуация, что конфликтует одна формация с другой, конфликтует сигнал на продолжение с сигналом на разворот, который появляется вот здесь. Вот он появляется и дальше трейдер его игнорирует, он как бы усиливается, видите, вверх уже, да, еще усиливается. И только потом еще усиливается, трейдер игнорит, 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 ну рынок потом его убивает по стоп-лоссу. То есть фактически вот так вот и получается, у одного трейдера минус по сделке, а у другого трейдера мог быть плюс по сделке, закройся ты чуть пораньше. Вот, собственно говоря, и по этому слайду. Ну, хорошо то, что трейдер как бы уже признал свою ошибку, признание ошибки это уже прогресс. Да, вот это его. Поэтому я думаю, что в следующие сделки трейдер это учтет и, конечно, будет крыться по встречной формации. Обязательно. Да, здесь понятно. Далее, значит, здесь нефтянка, нефтянка трендовая, это очередной показан тренд, кстати, здесь смотрите разворот, все четко вообще, идеально, идеальный рынок. Бам-бам-бам, в уровень, развернулись, погнали. Погнали, тенденция появилась, отскок, проторговка, продолжение. Дальше, то же самое, только было в миниатюре и то же самое, только в большой величине. Опять, отскок, проторговка, продолжение. Стоп здесь выдержал, правильно установленный стоп выдержал. И далее тоже трейдер взял две цели. Несмотря на то, что вечерняя сессия, кстати говоря, 19 часов, 20 часов. Сейчас на вечерней сессии нефть часто продолжает движение общего дня. Сейчас такой трендовый период, что часто активы двигаются с 10 утра до 23.50. Но вот в 18.45 их не останавливает клиринг, продолжается тенденция часто. Ну, здесь все красиво, то есть, опять же, наша тема. Что у нас еще есть? Опять же, нефть. А вот здесь, смотрите, трейдер закрылся, да? Вот этот один из примеров, который мы ранее тоже видели, когда продолжение тенденции на следующий день и разворотка появляется. Смотрите, здесь трейдер, получается, у вас закрывается. Повстречный. Закрылся хорошо, но дальше попытался торговать уже в продолжении тенденции, а тенденция уже развернулась. Это да, вот это ошибка, да. Это ошибка. То есть, и вообще, в целом, у меня рекомендация такой, что если вы закрылись в одном месте в каком-то, по этой же цене открываться не надо. Иначе возникает логичный вопрос. А нафига тогда закрываться было, если ты опять по той же цене пытаешься открываться? Где логика? Ее нет. Поэтому отыграли некое движение цены на определенном ценовом уровне. Все. Дальше ждите, пока цена куда-то уйдет. Либо на другой уровень вверх, либо на другой уровень вниз. Но спустя время, если цена остается в том же самом диапазоне, открываться смысла не вижу там же. Понимаете, да? Ну, смысла нет. Получается, что ты как бы... Время проходит, цена не меняется, она там же находится. И ты пытаешься торговать в формате продолжения тенденции. А тенденции-то уже нет. В итоге, здесь это благо, что трейдер только один раз пытался. А так здесь можно было, как мы знаем, накрутить. Еще перестроить, еще перестроить. Здесь могли быть убыточные еще входы. Трейдер вовремя остановился. И в целом, эта затея уже была неоправдана. А первый вход отличный. Так, что здесь интересно? Ну, здесь трейдер торговал фьючерс на Газпром. Образовалась вот такая разворотная конструкция. Симпатичная, но, видимо, трейдер не зашел в нее по причине большого стопа. Некуда было поставить. Далее, там была сделка, но она не системная. Потому что, если мы говорим о ретесте, первый ретест уже был. Вторичный мы не торгуем. Но трейдер, получив стоп по первому входу, не растерялся. Дождался хорошего сигнала. Я считаю, отличного сигнала. И наметилась тенденция нисходящая. И он нашел точку входа. И мало того, что вовремя зашел с правильным выставленным стопом, он еще и закрылся каскадом. Причем этот трейдер торгует у нас недавно. Но вот такие сделки уже буквально несколько недель. И трейдер начинает вот так торговать. Я считаю, что это достаточно показательно. Да, здесь все симпатично. Правильно сказали. Разворотная конструкция повернула этот день вспять. Пошла тенденция на понижение. В отличие от вчерашнего дня. И здесь трейдер в какой-то момент воспользовался этим движением. Очень грамотно сделал. Вопросов нет. Все хорошо. Но единственное, наверное, я бы порекомендовал в текущие времена увеличить шаг каскада. То есть это шаг каскада для стандартного времени. Сейчас можно увеличивать совершенно спокойно. Ну, как его учили на курсе, так он и сделал. Поэтому здесь вопросов у меня нет. Просто сейчас немножко нужно приспособиться к текущему рынку. Так, далее. Ну, далее здесь сделка того же трейдера. Но в данном случае немножко рано трейдер зашел. Сигнал было, основание для захода. Но трейдер зашел немножко рановато. Потому что должна быть, естественно, свеча подтверждения. Ну, видимо, наверное, желание опередило трейдера. Не дождался он свечи. И ему в какой-то степени повезло. Потому что цена могла уйти вверх. На растущей свече заходить в шортовую позицию – это опасно. Ну, типичные ошибки. Здесь, на самом деле, несмотря на то, что профит, типичная ошибка. Первое. Слишком поторопился. Против тенденции встал. Повезло, что действительно в последствии только появился ложный пробой. И закрыли по профиту. Повезло, что по профиту закрыли. Потому что дальше пошло все-таки тенденция восходящая. Это еще тоже, опять же, везение так закрыться. Следующий момент. Здесь трейдер поспешил. Здесь трейдер опоздал. То есть, это аритмия некая. То есть, трейдеры часто, новички, не могут попасть в ритм рынка. И, соответственно, где-то опаздывают, где-то наоборот. Не успевают. Но это нормальное явление. Но главное – пытаться, стараться, практиковаться. И с опытом все приходит. Все становится на место. Ну, в целом, попытки данного трейдера засчитываются. Далее. Ну, далее здесь трейдер торговал фьючерс на нефть. День открылся с гэпом вверх. Затем цена вернулась к экстремумам предыдущего дня. Ну, и образовалась хорошая точка входа, на которую трейдер и воспользовался. Практически с системным стопом зашел в позицию и закрылся. И тоже закрылся не только по первой цели, а еще и закрылся по нескольким целям. Да, раз, два. Последняя цель закрыта – 46. Хорошо. Хорошо. Зеркальный уровень, да. То есть, вот этот экстремум был не особо важен. А вот, в том числе, если посмотреть на вечернюю сессию, в принципе, уровень был зеркальный. Стоп был хороший. Поэтому здесь сделку мы поддерживаем нормально. Я бы даже еще бы оставил бы часть посмотреть дальше. Потому что, скорее всего, этот уровень пробьет, судя по картинке. Так, далее. Это, по-моему, тот же день, да. Сейчас еще раз. Седьмое, да. Седьмое число. Немножко растянуто. И здесь мы видим, в данной ситуации трейдера входа нет внизу. А есть наверху. Кстати, вот, да. Вот только что я сказал, что, скорее всего, пробьет. Вот они его и прокололи, как минимум. Вот, лат и пробили, да. Хорошая точка входа. И опять точка входа. То есть, смотрите. Гэп, мы говорим, предвестник тенденции. Но, если гэп полностью заливается в первый час торгов, то это, наоборот, становится признаком уже бокового дня. И дальше формации на передовой выходят разворотные. Поэтому, здесь мы видим разворот от лайов. Здесь мы видим разворот от хайов. И опять тенденция вниз. То есть, в центр тянется все время актив этого боковика. Поэтому, разворотку взял, разворотку взял. Если придет опять, опять можно разворотку взять. И на это 3-4 трейда может быть разворотные сигналы. Некоторые в боковиках пилят. А некоторые на них зарабатывают. Если просто грамотно его идентифицировать вовремя. И далее заходить от его границ. Так. Ну и Сбербанк. Который мы уже видели, собственно говоря. Да, это было сделано. Ну вот, прекрасной сделкой начали. Прекрасной сделкой мы завершим. Напоминаем о том, что сейчас очень хороший рынок. Тренды формации работают прекрасно. Наверное, в 80% случаев ставку мы делаем на них. И, конечно же, если ты зацепился за хорошую сделку и точку входа с стопом качественным. То максимизируйте профит, пожалуйста. Одной цели сейчас брать мало. Берите 2, 3, 4. И максимизируйте профит каскадом. Иногда вплоть до удержания позиции до закрытия торговой сессии. Это очень важно. Обязательно все записывайте в журнал сделок. Для того, чтобы впоследствии анализировать свои трейды. А также анализировать скриншоты, которые тоже трейдерам нужно делать обязательно. В мастер-группе все это ребята делают. И складывают все свои сделочки в папочки, которые потом Алексей и я периодически разбираем. С удовольствием. В таком же ритме. Только каждую вашу сделку, которую присылаете в чат, подробнейшим образом мы разбираем. Ну и по статистике трейдера тоже важный момент. В очередной раз вчера мне один из трейдеров прислал брокерский отчет. Который мы с ним будем смотреть в программке Pirate Trade. Которую мы будем использовать на курсе Day Trading Pro. Который, кстати, стартует у нас уже совсем скоро. А точнее 13 апреля. Поэтому, если вы это видео видите вовремя, приходите. Будем рады всех видеть. И на данном курсе я и с помощью Алексея в том числе разбираем такую прекрасную программу. Журнал сделок Pirate Trade. В рамках которой можно загрузить брокерский отчет. Проанализировать свои трейды за период. Если вы торговали системно от хотя бы 3 до 6 месяцев и более. То тогда это будет вам очень полезно. С помощью данной программки найти свои слабые стороны. И их в кратчайшие сроки устранить. Иногда это бывает уже последний камень преткновения. Прежде чем трейдер выходит из нулевой торговли в положительную. Поэтому важно знать, каким инструментом вы хорошо торгуете. Каким хуже. Важно знать, в какой период времени дня и недели вы торгуете лучше и хуже. Чтобы скорректировать вот эти опасные для вас моменты. Они у всех индивидуальны. Связаны не только с рынком, но и с психологическими особенностями каждого из вас. И в итоге устранить эти элементы. Тем самым повысив эффективность своей торговли. Как это делать и на что обращать внимание. Подробнейшим образом мы с вами поговорим на курсе, который стартует у нас 13 апреля. Day Trading Pro. Так что приходите, будем рады всех видеть. Ну а на сегодня это все. В принципе желаем вам успешных торгов. Алексею мы желаем прекрасных учеников. Возможно кто-то нас слушает. Спасибо. И есть среди наших слушателей ваши будущие ученики, которых вы будете коучить в рамках мастер-группы. Так что всем, как всегда, хороших торговых дней, хороших выходных. За выходные нужно отдыхать так, чтобы потом новая неделя всегда начиналась с чистого листа. На этом спасибо за внимание. И до скорых встреч. Всем счастливо. Всем пока. Пока.